Всех приветствую, меня зовут Ева. И в данном видео я покажу, как сделать картину из мха. Но прежде чем мы начнем, предлагаю вам подписаться на канал, чтобы не потерять его из виду. В роли основы моей картины выступит фоторамка формата А4. Переворачиваем раму и отгибаем защитные скобки. Данную процедуру комфортно проводить обычной линейкой, поддевая скобки снизу и приподнимая вверх. Извлекаем стекло и картонную подложку. На следующем этапе мы будем работать со стеклом, поэтому его нужно хорошенько протереть. Далее я буду использовать акриловые краски, можно ограничиться зеленым, синим и белым цветом. В баночке из-под соуса у меня белая воднодисперсионная краска, это остатки краски перелитой из ведерка. Можно использовать белую акриловую краску. Добавляем немного синей краски и хорошенько перемешиваем. Сюда же добавляем зеленую краску, я буду создавать пруд в лесу, поэтому вода должна быть зеленцой. Если краска излишне густая, добавляем пару капель воды. Выливаем краску на стекло от рамы, важно, чтобы на стекле не было отпечатков, иначе они проявятся с обратной стороны. Наклоняя стекло в разных направлениях, мы даем краске растечься по стеклу, образуя очертания прудика. Мой пруд будет располагаться сбоку. Добавим немного другого оттенка. В эту же емкость снова наливаем белую воднодисперсионную краску. Перемешиваем с остатками предыдущей краски и добавляем темно-зеленую акриловую краску. Оттенок итогового цвета будет отличаться от предыдущего. Выливаем получившуюся краску по кромке нашего прудика и путем наклонов стекла даем краске растечься по поверхности. В ту же самую емкость, в которой мы ранее смешивали краску, наливаем еще немного белой краски и добавляем чуть-чуть синий. Цвет получается более интенсивный. Наливаем его по кромке прудика и также путем наклонов стекла даем растечься по поверхности. Оставляем краску застывать на ночь. С утра поверхность прудика можно немного просушить феном. Вот такая поверхность получилась у меня, но нас интересует обратная сторона стекла. Именно так будет располагаться пруд на картине. Собираем картину. Укладываем в раму стекло с прудиком, краской кверху. Чтобы по краям прудика при последующем декоре не были видны просветы коричневой подложки, я укладываю зеленую бумагу. У меня она бархатная и довольно уставшая со следами краски, поэтому ее и прикрываю картонной подложкой. Подгибаем удерживающие скобки обратно. Переворачиваем раму и заклеиваем прудик кусочком бумаги, чтобы лишний раз не залапывать поверхность. Сбоку я клею пару камней, когда-то нашла их возле реки. Все детали намереваюсь фиксировать при помощи горячего пистолета. Провела пару тестов, все держится великолепно. Также фиксирую пару отрезков коры. В роли густого зеленого леса выступит вот такой стабилизированный мох. Его я заказывала в интернет-магазине. Пачка весом 100 граммов обошлась со скидкой в 188 рублей. Мох можно фиксировать при помощи клеевого пистолета на клей ПВА или полимерный клей, а еще его продевают в ячейки сетки. Я предварительно протестировала в работе с мхом клей ПВА, полимерный, а также горячий, и пришла к выводу, что наиболее просто и комфортно работать с горячим клеем. Фиксирует мгновенно и держит превосходно. Заполняем пространство вокруг камней и коры дерева мхом. Мне очень понравилось, как кора сочетается со мхом, поэтому я решила заменить мелкий отрезок коры на более крупный, чтобы его было хорошо видно в композиции. Продолжаем заполнять свободные места картины мхом. По береговой линии пруда также высаживаем импровизированные деревья. Также с двух сторон берега я решила уложить камни, как часто бывает в реальной природе. Ну и клей отрезок коры, что-то вроде имитации поваленного дерева. Все вокруг прикрываем мхом. Он, кстати, красит пальцы рук в зеленый цвет. Я об этом знала до начала работы и даже попыталась работать в перчатках, но это оказалось неудобно. Пять раз мытья рук с мылом и все отмылось. Убираем бумагу с прудика и смотрим, что получилось. Пруд смотрится просто волшебно. Белая краска в нем проявилась светлыми точками, которые напоминают отражение звездного неба на поверхности водной глади. В совокупности с зеленым мхом просто фантастический эффект. Теперь по уходу. Если мох начнет подсыхать, значит ему не хватает влажности. Она должна быть не ниже 40%. Комнатные и живые цветы помогут поддержать этот показатель в норме. Пыль этот мох практически не притягивает, но иногда можно проходиться по поверхности пипедастром, метелочкой от пыли. По поводу запаха, аромат у данного мха присутствует едва, едва уловимый, который ощущаешь лишь придвинувшись близко к картине с целью его уловить. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять его из виду, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы своевременно получать уведомления о выходе свежих видео. Но самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока.